Все мы хотим быть любимыми и получать удовольствие от отношений. Но порой кажется, что жизнь пары строится на сплошных недоразумениях, а общение мужчины и женщины напоминает диалог глухих. Почему двум любящим так сложно найти взаимопонимание? Гэри Чепман, автор книги «Пять языков любви», нашел объяснение и, самое главное, решение данной проблемы. Он выделяет пять способов, которыми люди выражают свою любовь. Пять языков любви. То, на каком языке мы говорим, зависит от целого ряда факторов. Воспитание, модели родительской семьи, особенности характера. Мы склонны наследовать язык любви, привыкая на нем изъясняться и ожидая в ответ таких же понятных любовных формул. Если мы хотим, чтобы он почувствовал нашу любовь, придется рассказать о ней на понятном ему языке. Язык любви номер один. Слова. Простые искренние слова поддержки и похвалы – это то, чего не хватает многим из нас. Люди, которых недостаточно хвалили в детстве, испытывают огромную потребность в том, чтобы их партнер не только ценил и уважал их, но и также выражал это словами. Кроме того, все мы иногда сомневаемся в себе. Слова поддержки от близкого человека способны ободрить и придать уверенности, потолкнуть к тому, чтобы начать делать то, чего нам хочется, но для чего у нас пока не хватает смелости. Любить это в том числе и уметь просить прощения, и говорить «я прощаю». Любовь не требует, но просит. «Я так люблю твой фирменный пирог, вот бы ты его сделала еще раз». Вместо «у всех жены готовят, а ты что, разучилась?» И помните, в словах очень важно не только что, но и как мы говорим. Одну и ту же фразу можно сказать совершенно по-разному. Язык любви номер два – время. Проводить с кем-то время – это значит полностью уделять ему свое внимание. Время – ценнейший ресурс. Когда мы безвозмездно даем его другому человеку, мы вместе с этим дарим частичку своей жизни, себя самого. Быть вместе и быть рядом – разные вещи. Вместе – это смотреть друг на друга, разговаривать, слышать, понимать. Это совсем не то, как разговаривать за завтраком, параллельно читая газету или уткнувшись в свой телефон. В чем же принципиальное отличие от первого языка любви? На языке слов важно говорить партнеру, как он ценен. На языке времени важно его слушать, понимать, чувствовать. Бывает, что когда партнер делится своими неприятностями, мыслями, событиями, произошедшими за день, первый наш импульс – дать ему свет, решить проблему. Особенно это свойственно нам, мужчинам, с нашим прагматичным подходом к жизни. Но это отнюдь не то, что нужно женщине, если ее язык любви – время. Ей нужно, чтобы вы ее выслушали, чтобы она почувствовала себя важной и значимой. Ей нужны сочувствия и понимание, ощущение, что вы любите ее и верите в нее, что бы в ее жизни ни происходило. И тогда уже со своими проблемами она легко справится сама. Язык любви номер три – подарки. Если любить – значит отдавать, то подарки как нельзя лучше подходят под это определение. Подарок – это зримое воплощение любви. Пожалуй, этот язык один из самых простых, и научиться ему не так уж и сложно. Но вот в моем случае я больше всего равнодушен к подаркам, и именно этому языку мне приходилось учить очень долго. Подарки можно покупать, мастерить своими руками. Важно, чтобы в процессе вы думали о человеке и выбирали то, что, как вам кажется, может его порадовать. Язык любви номер четыре – помощь. Помогать – это делать что-то для другого человека, выражать свою заботу в действии. Жена готовит ужин, убирается в доме, муж покупает продукты и помогает разобраться с машиной жены, когда возникают проблемы. Это взаимообмен, который вполне может укрепить союз. Помощь требует сил и времени. Если вы с радостью помогаете своему партнеру, тем самым вы выражаете свою любовь. Язык любви номер пять – прикосновение. Через прикосновение можно выразить множество оттенков своих чувств. От нежности, заботы, ласки до страстного желания. И для некоторых это единственный способ почувствовать любовь. Тактильные рецепторы расположены по всему телу, что придает этому языку множество нюансов и возможностей. Любое ласковое прикосновение способно сказать о любви, в то время как даже небольшая грубость или неаккуратность может быть истолкована как грубочайшее оскорбление. Людям, говорящим на этом языке, очень важно держать партнера за руку, чувствовать объятия, они с трепетом относятся к поцелуям, придают особое значение сексу и начинают сомневаться, если не получают их. При этом это не значит, что если вас привлекает интимная сторона отношений, то ваш язык любви – прикосновение. Этот язык любви гораздо шире и богаче. Вы спросите, так как же распознать свой язык любви? Если предложенный список не дал вам однозначного ответа, попробуйте на некоторое время от него абстрагироваться. Вспомните, что вас ранит больше всего в отношениях с близкими людьми. Если критика партнера для вас крайне мучительна, значит ваш родной язык любви – это слова. Если вы впадаете в отчаяние от того, что ваш партнер, приходя с работы, ужинает, занимается домашними делами, спрашивает о вас, о вашем дне, но ни разу вас так и не обнимает и засыпает, отвернувшись к стенке, даже не поцеловав, вам стоит присмотреться к языку прикосновений. Если вас огорчает редкое присутствие цветов и подарков, то язык подарков, вероятно, окажется вам близок. И так далее с каждым языком. Еще один способ распознать свой язык – это вспомнить, как вы выражаете любовь своему партнеру. Что вы для этого делаете? Говорите. Планируйте ваш засуг и выбирайте, куда вместе отправиться на выходных. Восхищайтесь своим партнером так, что даже у ваших друзей не возникает сомнений, что ваш спутник действительно самый лучший. Вероятно, того же и вы ожидаете в ответ. Если у вас в данный момент нет любимого человека, это совсем не значит, что вам не нужно разбираться в этой теме. Рано или поздно вы встретите того, кто вам понравится, и уже сейчас вы можете начать готовиться к этой встрече, изучая себя и представляя, на каких языках могут говорить другие. Попробуйте вот пофантазировать о своем идеальном партнере. Вот какой он? Что он делает, чтобы вы чувствовали его любовь? Обнимает ли вас? Принимает ли активное участие в воспитании детей? Осыпает вас комплиментами или подарками? Все это поможет вам найти ключ к своему языку. Как распознать язык любви у партнера? Узнать его язык можно, используя и описанные выше способы. Можно задавать любимому и прямые вопросы относительно того, что именно он ожидает и хочет от отношений и от вас. Прислушайтесь, за что чаще всего критикует вас ваш партнер. Ты мне никогда не даришь цветы, у тебя есть только твоя работа, а на меня времени совсем не остается. Ты никогда не замечаешь, как я сегодня выгляжу, не хвалишь меня, а я ведь для тебя стараюсь. Я хочу приходить в чистый и ухоженный дом, почему бы тебе не заняться этим? Ты совсем отдалился от меня, не целуешь, не обнимаешь. Критика, если не воспринимать ее на свой счет, глубокий источник информации. Вы в этом убедитесь, если вместо того, чтобы раздражаться и предъявлять ответные претензии, будете внимательно и с уважением слушать своего партнера. Ты очень расстроен из-за того, что мы редко бываем вместе. Давай подумаем, как нам найти время и куда вместе сходить. Используя такой подход, вы увидите, что от критики вашего партнера не останется и следа, а на ее месте останется благодарность, любовь и взаимопонимание. Ну а какой язык любви у вас? Пишите в комментариях.